Беспристрастность, честность, готовность оказать содействие – это основные правила, которыми руководствуются общественные наблюдатели. На дни проведения процедуры голосования у них своё спецзадание – обеспечить легитимность и прозрачность выборов, не допустить распространение фейков в социальных сетях. За ситуацией в режиме онлайн следят больше 200 студентов. В основном это учащиеся юридических факультетов. Информацию ребята получают с единой платформы независимого общественного мониторинга. Здесь же представлена карта с каждого избирательного участка. Различных сообщений на территории Ульяновской области на данной карте уже более 60, но ни одного о том, что на каком-либо участке было нарушение, таких сообщений нет. Есть сообщения нейтрального характера, есть сообщения позитивные, говорящие о том, что действительно на участок приходят избиратели, много избирателей. Есть даже сообщения, что на участок пришёл дедушка 86 лет. Обрабатывают информацию в Центре общественного наблюдения за выборами. Здесь же работает горячая линия. Позвонить можно с любым вопросом, начиная от того, где отдать свой голос, до подозрений относительно нарушений на избирательном участке. В работу включены почти 3000 человек. Предварительно все они прошли обучение и получили соответствующее удостоверение. И сегодня, 8 сентября, заняли свой пост на площадках для голосования. Присутствие на избирательных участках представителей гражданского общества как минимум повышает доверие к выборному процессу. И как максимум обеспечивает прозрачность, законность и легитимность всего избирательного процесса. Всего в этом году в регионе подготовлено 935 постоянных избирательных участков. Ещё 6 организованы в местах временного пребывания и 5 в больницах Ульяновска и Димитровграда. В первый день голосования отдать свой голос в основном пришли люди почтенного возраста. Подтверждается сегодняшними наблюдениями, что называется. В целом, обстановка спокойная на участках. Всё оборудование на месте, все члены комиссии на месте. Всё очень чистенько, всё прибрано. То есть, такое праздничное настроение. В сказанном лично убедился глава региона. Алексей Русских проверил работу избирательного участка в посёлке Белый Ключ. Нареканий нет, а значит, всё идёт по плану. Мы поставили задачу всем избирательным комиссиям Юрия Ивановича максимально провести на самом высоком уровне избирательную кампанию, чтобы не было никаких нарушений. Основной наплыв желающих отдать свой голос ожидается 10 сентября, в единый день голосования. Напомним, в этом году избираются депутаты законодательного собрания области, седьмого созыва депутата городской думы Димитровграда, а также проходят муниципальные выборы в ряде районов региона.